К другим событиям. Местное самоуправление сотрудничества в действии. Научно-практическая конференция под таким названием прошла в областном центре в четверг. Форум был приурочен к 30-летию воссоздания Тверской городской думы. У Тверского парламентаризма давняя история, которая ведет свой отсчет еще со времен Екатерины II. Наиболее активно дума столицы Верхневолжья работала в конце 19-го – начале 20-го веков. В советские годы городской представительный орган власти назывался традиционно для тех времен Совет народных депутатов. Историческое название ему вернули ровно 30 лет назад. На протяжении трех последних десятилетий думцы вели деятельную нормотворческую работу. В том числе и в сотрудничестве с коллегами из законодательного собрания. При тесном взаимодействии депутатов Тверской и Городской думы был принят ряд оригинальных законов. В частности, по исполнению первой столичной функции. Достаточно важный закон, который работает и который позволяет нам с вами получать дополнительное финансирование. Мы в свое время обеспечили работу по присвоению властного центра почетного звания город Венскославы. Тесные координации внедрялись на БАЦ в рамках реформирования местного самоправления. Не менее тесную совместную работу Тверская дума ведет из городадминистрации. Это подчеркнула выступавшая на конференции замглавы города Людмила Хоменко. Она отметила, что с каждым годом исполнительные и законодательные органы власти становятся более крепкой, единой командой. Это позволяет эффективно решать очень многие вопросы. Отдельное спасибо депутатскому корпусу за поддержку социальной сферы. Мы понимаем, что она наиболее чувствительна и важна, потому что в первую очередь это помощь нашим учреждениям, которые воспитывают и занимаются образованием нашего подрастающего поколения. Совместная работа думы и администрации Твери продолжается и сейчас. Например, в реализации национальных проектов, к которым с нынешнего года добавились еще пять. Кроме того, продолжается внедрение цифровых технологий в городском управлении, решаются проблемы экологии, благоустройства. Над всем этим постоянно трудятся муниципальные органы власти, в том числе и депутаты. Не считаясь личным временем, выполняют большую работу и готовы нести ответственность за принятые решения. По признанию президента Российской Федерации, местное самоуправление играет огромную роль в укреплении гражданского общества, а также является самым близким к людям уровнем публичной власти. Важной задачей является постоянное обновление кадров, привлечение выпускников вузов в органы власти. Для этого в Твери в свое время создали молодежную палату при городской думе. Эта практика очень заинтересовала белорусскую делегацию из нашего города-побратима Орши, которая приняла участие в научно-практической конференции. В очередь мне бы хотелось, конечно, сегодня наладить очень тесную связь между молодежным парламентом города Твери и общественной палатой, которая существует при Оршанском районном совете депутатов. И нам бы, конечно, хотелось в первую очередь, наверное, двигать вот эту взаимосвязь, начиная с молодежи. Научно-практическая конференция «Местное самоуправление сотрудничества в действии» состоялась в Твери уже в третий раз. Ее итогом станет обобщение и всесторонний анализ лучших примеров работы, а также разработка новых ориентиров. Субтитры создавал DimaTorzok